50 лет назад у нас было 90 процентов запасов нефти такой жидкой фонтанирующей да мы ее добывали 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 сегодня у нас в татарстане от нефти например 60 процентов запасов которые значит имеются это запасы тяжелые вязки то есть если вы пробуете в них скважину это нефть сама не пойдет просто так она будет тихонечко идти но те дебиты которые вот выиспечиваются естественным путем это они не окупают вот дабы этого этого затраты которые значит будут несены в разработку поэтому нужно что-то дело чтобы эта нефть потекла быстрее то есть нужно какие технологии применять да сегодня их 60 процентов завтра их будет 80 там через десяток лет их будет 95 процентов да и мы если не будем создавать эти технологии то там через 10-20 лет мы скажем нефть кончилась ребята все хотя нефти там огромное количество но мы не умеем просто давать ее не умеем нет у нас технологии добывать поэтому то что сегодня так нет делает занимается добычей сверхвязкой нефти это абсолютно правильно правильная стратегия правильное движение и конечно компания не стала бы добывать эту нефть если бы это было ей в убыток это тоже очевидно совершенно так вот да то есть это налоговые льготы нет понятно понятно что это эту нефть добывать намного сложнее чем ту которая пробурила на фонтанирует скажем она просто льется и скважины проблем нет да конечно ее сложнее там нужно нужно готовить пар нужно эту воду которую добываешь значит значит экологически очищать нужно ее снова превращать ее в пар этот цикл дел делать да будет нужны гринтальные скважины обустраивать там масса других забот по сравнению с теми что были вот для этой легкой нефти конечно компания вынуждена просить какие-то льготы ну при той структуре вот стоимости нефти и придти продаются системе налоговvt компания стало бы невыгодным и государство в итоге тоже не выгодно тогда бы компании добавлять только легкой нефть а это тяжело бы оставляли естественно это мгновенно у нас не было бы без будущего поэтому государство на государство тоже заинтересован том чтобы давать мне налоговые налоговые льготы чтобы они добывали. Не просто нефть добывали, во-первых, сегодня уже добыто более миллиона тонн нефти в Татарстане. Серьезная цифра. Да, цифра уже значимая. С другой стороны, мы готовим специалистов, то есть люди набирают опыт в добыче этой нефти, мы дорабатываем технологии все вместе, мы все это делаем, то есть мы работаем на будущее. Кроме того, естественно, это абсолютно оправданно. А запасы, они большие, вот этой слои? Запасы этой нефти очень большие. Конечно, в свое время еще их оценивают, цифры там на порядок могут отличаться, вот там есть 2 миллиарда тонн, есть 20 миллиардов, то есть на самом деле цифры можно назвать, ну цифры может быть и те правильные, и те может правильные, просто их надо назвать. А что это за запасы, вот есть такое понятие геологические запасы. Наверное, геологические запасы может быть 20 миллиардов тонн, но это запасы, которые мы никогда не сможем достать, Есть запасы, которые мы вот при современной технологии можем достать, это вот извлекаемые запасы, ну говоря, там 1,5-2 миллиарда тонн. Это большие цифры, но я не могу точно сказать там цифры. Наверное, это могут только специалисты от нефти сказать об этом. Это точно цифры. Если мы технологии, скажем, повысим, при том, что эти технологии будут, скажем, не очень дорогие, экономика, так сказать, экология, экономичность и энергоэффективность, мы скажем, о, у нас запасов стало больше не 1,5-2 миллиарда, а стало 5. Если мы еще технологии улучшим, то, скажем, 7 миллиардов стало. То есть вот почему нужно развивать технологию, потому что объем добываемых запасов будет из-за этого расти и расти. То есть любое изменение технологий ведет к увеличению запасов? Ну, запасы, геологические запасы, они огромные. Вот надо геологические запасы превращать в извлекаемые. Мы тоже работаем в ассортнефть, у нас большой проект, есть, кстати, 218-й проект, суть его очень простая. Когда добывается вверхлядскую нефть из пермских битвов, пермских битвов, по сути дела, будут две скважины горизонтальные, одна и другая под ней будет. Вот та скважина, которая верхняя, у нее закачивается пар, значит, этот пар разогревает породу, битв-м этот стекает, из нижней качает битвом. Мы сейчас создаем такую технологию совместно с «Страт нефти», управление этим процессом, потому что вы можете просто закачивать пар. Много пара закачивает, закачивает, нефть кончится, перестает закачивать, да, а можно закачивать его правильно, во-первых, по времени правильно. Порционно. Да,порционно, куда закачивать его, куда не нужно закачивать. Может быть где-то уже прорвался пар, там не нужно бесполезно его заказчивать. Какие-то катализаторы, наверное, используют. Это следующая стадия. То есть, надо этим процессом управлять. Вот сейчас мы создаем технологии, которые позволяют управлять этим процессом. Аналогов вот такой системы в мире нет пока. В Канаде… Что-то слышно было, какие-то «умные скважины» их называют. Нет, «умные скважины» — это скважины, которые для обычной нефти используются. Вы добываете, вся информация там добывается, вам подается в центр обработки информации, вы обрабатываете, и потом автоматически она включает, отключает, подает, не подает. Умные скважины, месторождения есть. Это всё некая роботизация разработки месторождения нефти. Всё равно компьютер лучше, чем человек работает. Это простые технологические процессы, они просчитаны все, их можно посчитать. Можно добавить чего-то, можно убавить чего-то, можно включить, отключить. Это всё можно делать, разрабатывать. Такие алгоритмы существуют. Это другое такое направление. А здесь до сих пор не было такого, чтобы управлять паром. То есть просто качали пар, и пока нефть не кончится, качали, и качали, и качали. Может быть, вы качаете, а вот этого пара только 20% работает, на самом деле. Все остальные 80% вы просто качаете впустую. Чтобы вот этого не было, нужно знать, а куда качать, нужно ли качать, сколько качать. То есть нужно управлять процессом. Поэтому мы сейчас совместно создаем такую систему мониторинга. То есть мы со своей стороны геофизические системы создаем. То есть мы наблюдаем, а как эта паровая камера развивается под землей. А трактнефть со своей стороны создает систему управления паром. То есть заслонки всякие, система автоматизации, контроль за подачей пары, температурой, давлением. Вот это все вместе позволит уменьшить расходы. То есть повысить эффективность, понизить себестоимость этой сферферской нефти для компаний. Вот. Работа эта идет. Я думаю, что это будет все развиваться. И в будущем мы добьемся того, что мы повысим эффективность. Несколько раз. Это без сомнения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова